Привет, с прошлого ролика на сервере произошло страшное событие, это нашествие нелегальных мигрантов. Сразу тысячи человек напало на территорию северного корреста, кто-то плыл на лодке, кто-то свалился с неба. Люди вылезали из огромных подковов прямо в дома. Слушайте, а где вас можно посрать? Они грабили сундуки со всем, что есть, и даже кто-то украл 7 стаков земли и зачем? А, ну, понятно. Также мигранты воровали куски домов, вот у Максима 9 и 9... В общем, у него украли крышу. А потом еще и написали, что его дом сделан из говна. К этому у меня вообще только два вопроса. Как и нахуя? Соседний дом по улице съели, а вот здесь я вообще не знаю, что произошло. Что-то красное на полу, кто-то украл блоки, даже сам владелец дома не понимает, что здесь было. И жители в панике начали закрывать свои хозяйства. Вот, например, лесные братья закрывают границы как наземные, так и подземные. И это особенно важно, потому что рядом с ними шла стройка канализации, мигранты выныривали у богачей прямо из туалета. Также закрываются и другие бизнесы. Вот написано закрытие торгового центра Атланта. Торгового центра. И да, у нас оказывается торговый центр прямо посреди озера во время Средневековья, блядь! И я представляю лица жителей, которые только недавно видели постройку хрущевки. И вот они выходят, считаем, посмотреть, что в округе, а тут у них огромная башня. И как вы думаете, на чем держится это сооружение? Наверное, на каких-то сваях, столбах, которые вбиты до центра земли. Но тут все намного легче. Инженер этого сооружения был довольно изобретателен. Поэтому башня держится на стекле, прямо как наша стабильность. Но в этой серии мы это исправили. И пока вы еще не узнали, как мы вышли из экономического кризиса, вы можете поддержать ролик лайком. Потому что так алгоритмы YouTube понимают, что этот ролик хороший и продвигают его в рекомендации. Заранее спасибо. Как-то я сидел с чиновниками в еще бедные времена нашего королевства. И разделяя все тяжелое положение с жителями, победа всего лишь на половину бюджета, мы обдумывали экономические планы. И внезапно мне в голову пришла идея. Надо сыграть королевскую свадьбу. И для этого у меня была дочь и богатый чиновник по имени Сарек. И я решил выдать за нее свою дочь не потому, что у нее железнодорожная компания. Не потому, что он владеет всеми лесами королевства. Да даже за виду сундук золотом. Ну вот что это все на фоне любви. И как вы представляете себе королевскую свадьбу? Это празднование в дорогом ресторане с хорошими гостями, с крутыми машинами. Ну вы поняли. Что было у нас? Ну на сервере был построен всего один ресторан, и то в армянском стиле. И больше по своему виду он напоминал какой-то бортель. А, ну на вечер может стать и рестораном. Также приехали гости. И если в нормальных странах это принцы, короли, президенты, министры, то у нас приехал какой-то троюродный племянник из южных земель по имени Магомед. Тетя Зина, которая больше похожа на Шрека со своими гостинцами. Дядя Андрей с видеокамерой. Сейчас пи***нется, я снимаю. А дед Иван прямо с вокзала начал уже зачитывать тосты для свадьбы. Также на свадьбе должны быть музыканты. Обычно зовут какого-то популярного. Ну, например, Моргенштерна. А вот это... Кто это, б***ь, вообще такой? Так, алё, слышно, да? Да как играло всё. Как играло? А ещё мне кажется, что меня где-то обманули с лимузином. Ну ладно, уже все гости собрались в церкви, надо отмечать. Полетели тосты. Я хочу поздравить молодожёнов. Поздравляю их с новой свадьбой. Твою всего лучшего. Доброе утро. Полетел динамит. Кто-то уже не выдержит от напряжения. Кто в зале дрочит, я не понял. Но на всё можно закрыть глаза ради свадьбы. Если бы не это. Король, я против свадьбы. У нас нетайна и любовь. Ваша и графиня, и дочери. Мы любим друг друга. Она изменяла с Армянином каким-то, я видел. Я не Армянин. Она изменяла с Лениным, я лично видел. Я думаю, что она не изменяла. Она была всё время со мной. Да даже уже тётя Зина признала, что с ней дождь тоже того. И внезапно дед Иван не выдержит и падает от услышанного. И пока я отвлекался на деда Ивана, на улице уже начались бои между 50-ю женихами моей дочери. Пей его, пей его. Идут ка. Нахуя не меня. Ну знаете, смотря на всё это, я понимаю, что в этом даже есть какой-то плюс. Нам теперь меньше платить за ресторан. Кстати, о ресторане. Празднование постепенно переносится в него, и вроде всё идёт нормально. Жители прыгают на столах. У нас это нормально. Радуются, и что может пойти не так? Конечно же, какой-то дебил принесёт с собой динамит. И я провалился в какой-то подземелье, а здесь два вора растаскивают пол. Потом меня кто-то поймал на удочку. Люди начали тащить доски, бить стёкла. Кто-то навалил булыжника уже во всей знакомой форме. Всё взрывается, а официант продолжает работать. Разобьём ресторан, ребят, зарастись, блядь, поигрыватель домой притащу, блядь. Два, два. Отдай моё пиво. Также какой-то житель при попытке украсть лампу грохнулся в яму от взрыва. А тётя Зина убегает с кактусом, и где она его взяла? И оказывается, мы каким-то образом взорвали потолок до чьей-то фермы кактусов. И знаете, всё это время в зале сидели два иностранных гостя, которые на это смотрели. Видимо, поняли всё мероприятие за запланированное. Ну, будто у нас так каждая свадьба проходит. Но после того, как я увидел счёт за ресторан, я понял, что больше свадьбы... Но было от этого всего и огромный плюс. Бизнес и королевская семья теперь срослись, и дела пошли в гору. Бизнесы начали открываться на каждом шагу. Вот тут, посреди поля, пивнуха, потом шаурмичные моста, отель. Также были в буху на огромные деньги в мост. Теперь его превратили в один большой рынок. А столица-то как преобразилась, лавочки поставили. Правда, на них кто-то уже насрал, но ладно. Также есть фонари, был построен военкомат, в котором почему-то выбито стекло. И даже автошколу у Сан Саныча успели открыть. А ещё на улицах теперь появились развлечения. Вот в Дагестане, например, везде ставят грушу для битья. А у нас вот такое. И, конечно, со всего этого мы собираем огромные налоги при помощи армии. И если кто-то не отдаёт, то происходит вот что-то такое. И со всего этого мы получили сверхдоходы и вложили их в пустынный город Мосэсли. Это новый туристический центр нашего государства. Здесь жизнь прекрасна. Особенно, когда у вас есть собственная вилла. Правда, сегодняшний день начался с того, что армия по ошибке разбомбила мне половину виллы. А ещё весь город был в тревожных объявлениях, что на него скоро нападут. И позже до меня дошли новости. Дело в том, что город Мосэсли окружён арабскими племенами. А губернатор города, Тунядец Миша, не спрашивайте, как он им стал, этой ночью приставал какой-то арабской женщине. И теперь сразу 20 арабских племён объявили нам войну. И город готовится к обороне. И я до последнего не верил, что будет какой-то бой. Но у нас есть люди, стены. Что нам сделают арабские племена? Оказалось, что инженеры зачем-то положили динамит под стены, который активируется на кнопке, и вражеская авиация разнесла всю стену всего лишь за один удар. И в городе начинается паника. Ты ступил. Ты ступил. Ты ступил. И ступил. Что ты хочешь? Они заходят. Типа. Грады срочно. Потом внезапно появляется какой-то арабский волшебник, который пытается прибить Лёху. Через дыры в стены уже пробираются носороги, и солдаты убегают. И в городе полная паника. Солдаты бегают мелкими отрядами и не могут соединиться между собой. Грады с ладидом. Грады с ладидом. Сороги, огонь. Продолжать бой. Прячем пиво. Свизор. А кто-то вообще даже не собирается воевать. Грады, мне похуй на войну, блядь. Но обстрел города с авиацией только усиливается. Да, блин. Да, блин. Моя пасечка. В рту есть бункер. Прием, прием. В рту есть бункер. Все поздно. Блин, заваление нормально. Все вытащим. Все. И внезапно заявлением решил выступить губернатор города Миша. Объявляется военное положение. Миша, да охуеть. А мы подумаем, что все это время здесь шли учения. Ну и наши войска продолжают бегать и кричать. Кто-то, кто-то. И в какой-то момент я вижу опять Лёха. Его не привил арабский волшебник. Зато теперь на него бегут аж 10 носорогов. Кот, заступивай в фор. А мне похуй. Блин, меня в милицию хранят. Блядь, помогите, носорог мне въебу. Осмотренных двое их трое. Блядь, помогите. Но потом я нахожу нормальных людей, которые все это время держали стену. И вот Дима сражается против кучи противников. И опять с заявлением выступил Миша. И так, граждане, я сейчас заморожу своей усадьбе. Как хорошо, что я в целости и церкованности надеюсь, что со мной будет все нормально. И, похоже, Миша все. Но потом находится какой-то адекватный человек, который кидает в небо сигнальные огни для сбора. Армия пытается собраться, но в центре города начинается тяжелый бой. Вперед! Ворону держим! Я заебался с ними. И вот прямо на моих глазах солдата съел носорог. И оказывается, Миша до сих пор жив. Он прячется в каком-то общежитии. Но солдатам удается отбить центр города. И мы принимаем решение взять под контроль порт, чтобы начать вывозить раненых на кораблях. И началось наступление на порт. Вторая атака, блядь! Ты ебанутый, блядь, станция! Дайте мне радиста, нахуй! Кто бы схватил! Пиццолик, где мои ноги? Нет! Да я вру! АААААА! Хотя она в губни выдержала. Ааааа! Ааа! Тепница меня... Благодаря усилиям бойцов при обороне кораблей некоторым удалось вырваться в сторону столицы, но вражеская авиация догоняла наш флот и его обстреливала. Положение было настолько тяжелым, что нам пришлось возводить остров и вернемся в город, а здесь творится полный пиздец. И бои за город шли всю ночь, нам пришлось перекидывать все резервы, чтобы хоть как-то выбить этих арабов, а сделать это было сложно, потому что их волшебники применяли магию и поднимали целую армию вверх. Ну и последствия вы сами видите, лучше о них расскажет вам наша новостная служба. Здравствуйте, с вами снова в студии Владимир Соловей, сегодня в новостях осада города Мосэсли, город полностью разъем, денег на восстановление нет и королю пришлось продать свою одежду. Также из-за нашествия мигрантов была основана полиция, она действует успешно. Например, был накрыт подпольный танцевальный клуб, потому что теперь после свадьбы любые развлечения под запретом. Также на радость жителям полицейские сделали рейдерский захват торгового центра, все деньги успешно были изъяты в пользу полиции, а сама башня взорвана. Еще наш король после довольно неудачных битв решил посетить армию, там была кайфовая атмосфера. Оказалось, что бюджетные деньги пошли на строительство дубаров в армии. Также генералы показали вооружение, которое не имеет аналогов в мире, например самолет. Или новую десантную систему при помощи артиллерийского орудия, правда она еще в разработке. Ну и завершаем выпуск новостей, мы в полной темноте не потому что наступила ночь, а потому что над нашей студией построили неведомую хуйню. И ребята, спасибо вам за огромную поддержку прошлого ролика по Майнкрафту, это очень сильно помогло и я надеюсь, что вы также продолжите их поддерживать. Ну а на это все, я напоминаю, что вы можете поддержать ролик лайком и канал подпиской, также не забывайте писать свои идеи для следующих роликов по Майнкрафту, потому что уже скоро появятся ролики именно по идеям. Спасибо.